Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы с вами поговорить на такую животопещущую тему, когда родственники осуждают друг друга. Родственники или знакомые осуждают друг друга по поводу отношения к ушедшим, по поводу ухода за могилами. Недавно увидела такой ролик на YouTube, где пара в возрасте, супругам лет 60, женаты они, может, лет 10, поженились уже в возрасте. И вот они ставили ролики на YouTube позитивные ролики, где празднуют все свои семейные праздники с семьей мужа. И очень уважают, почитают его мать. Все это, естественно, очень хорошо, когда люди почитают своих пожилых родственников, когда приглашают их на праздники, они игнорируют. Но, видимо, многие стали доставать этих двух блогеров тем, что почему на всех праздниках его мать и почему ни слова не говорится про родителей супруги. Она рассказала в одном из видео, что ее отец живет подальше от них, ему 90 лет, и что живет он сам. Там сестра за ним присматривает, а матери у нее уже нет. Ну и вот зрители, естественно, тоже стали говорить, как так, ты давно не видела своего отца, почитаешь свекровь, нужно почитать также и отца, вспомнить то, что он тебя растил. В какой-то момент поехали эти блогеры на родину женщины, и как-то там они постановили между собой, что они заберут старичка и увезут его к родной сестре этой женщины. Ухаживала, судя по всему, кузина. Я там точно не знаю всю эту историю, но так вкратце видела, вроде бы это была двоюродная сестра, которая ухаживала за старичком в деревне, потому что она в деревне и осталась. А эти сестры уехали, две сестры уехали по городам жить. Ну и приехали блогеры, снимают. Конечно, одно дело, что многим не понравилось, как они осуждали российскую деревню, что вот так все плохо, все такое. Да, у каждого, конечно, свой взгляд. Ну, по мне, так российские деревни очень приближены к природе, но это мое субъективное мнение. Об этом мы не будем говорить. Суть в чем? В том, что люди выставили на всеобщее обозрение видеоролик под названием «Что нас подставила сестра супруги на кладбище». Вот так назывался ролик, вот типа так, я не буду точно название его говорить, «Что подставила сестра супруги на кладбище». Муж-блогер снимает, что он стоит, ждет, что они договорились до этого встретиться с кузиной его жены на кладбище, и она не пришла. И вот пока его жена бегает, он в этот момент про нее говорит, что она мне не верит, так же, как ее отец. Как бы говорит он так, как будто на кухне или со своим другом говорит, но на самом деле, конечно, говорит это на ютюбе. В итоге они взяли другого человека, который сказал, что он гид по кладбищу, и пошли нашли могилу матери, чтобы принести туда конфетки. Судя по всему, там было видно, что кузина это ухаживает, там цветы стояли, там все было ухожено, значит, человек ухаживает, значит, ходит туда. Но что она не пришла, так уж, может, у нее получилось, может, она где-то задержалась, может, она ехала, не успела, кто знает. Но не стоит, наверное, торопиться и осуждать человека на весь ютюб, говорить, что вот она подвела на кладбище. Если этот человек ходит туда часто, ухаживает там, все делает, а другой человек приезжает, может, 30 или 20 лет не был на кладбище, приезжает, не знает, как на деревенском кладбище найти могилу, при этом осуждает, что его туда не отвел тот человек, который за всем этим ухаживает, мне кажется, так делать нельзя. И почему-то именно часто те, кто не ухаживают за могилами, они потом приезжают и осуждают тех, кто ухаживает, они там скажут, цветы там искусственные, вот это вот не так, вот памятник не такой поставили, но при этом сами они часто и деньги на памятники не дают. Я не знаю, как в этом случае было подробности, это никто не знает, но некоторые факты говорят сами за себя, если людей там не было 10-20-30 лет, они приехали, не знают дорогу и осуждают кузину, которая не сестра вроде бы даже, а кузина, двоюродная сестра, которая ходила, всё там делала, и стоит ли человека осуждать на весь YouTube и говорить, что она их подвела. Но, к сожалению, это делают многие люди. Я сама как-то тоже слышала на кладбище, как люди пришли и они принесли цветочки, старушки начали потом там, разговорились с людьми и со всеми начали осуждать, говорить про то, что там как-то не так ухаживала за 90-летней старушкой их родственниц, что почему они поставили вот что-то за искусственные цветы, столько критики, я не понимаю почему. Ведь если какие-то люди раз в год приезжают, а то и реже, и привозят букетик, и надеются, что кто-то потом этот сухой букетик уберет, ну а другие, пусть они искусственные цветы приносят, что в этом такого, это прекрасно эстетически выглядит. Просто такое впечатление, что какая-то ревность или просто хочется в чем-то осудить другого человека, я не понимаю почему так. Или возможно, что, как говорят психологи, когда человек в травмном стрессе, сначала первое время он обвиняет себя, он считает, что он что-то сделал фальш, что не в ту в больницу человека отвез, что не так за ним уследил, человек обвиняет себя. Потом, спустя время, он начинает обвинять окружающих, и это очень долгий период, когда человеку тяжело, и он обвиняет окружающих. Но в этот момент, да, это психология, но в этот момент нужно подумать также о чувствах других людей. И в первую очередь о тех, кто именно реально что-то делает. Например, тоже видела такую ситуацию, когда приехали родственники на могилу, мужчина год не был на могиле отца, приехал из-за границы, и вот все приехали, а тут часть родственников отделилась, они на время отвлеклись там по делам. И этот человек, ему стало очень обидно, потому что он стоял, ему было очень тяжело, год он не был, и он сказал, что почему они отвлеклись, почему они туда побежали, но этот-то человек год не был на могиле, он приехал и стоит, просто пришел, а вот эти люди, которые отвлеклись, они туда приходят постоянно, они туда приносят эти корзинки, цветов, там все в цветах, там все ухожено, памятник почти полностью на их деньги поставлен. Эти люди убирают, ходят. Ну подумаешь, они отошли в сторону, подумаешь, они там что-то отошли, выбросить, что-то по хозяйству тут сделать. Что в этом такого, что они не подошли со скорбным видом, не встали? Зато они дела делают, они там часто бывают, и осуждать за это ни в коем случае нельзя. У меня тоже были случаи, почему я сейчас как-то даже боюсь некоторым родственникам что-то отнести на могилу, потому что было дело, что сама относила или передавала, когда не могла сама поехать, передавала через других людей. Например, мне как-то передали, что зачем я передала искусственные цветы, как мне передали, что немцы осудят. Как немцы могут осудить за искусственные цветы, когда у них в интерьере дома искусственные цветы? Это красиво, практично. Тем более, что, как мы знали, люди там появлялись максимум раз в полгода, а мы тоже живем за много сотен километров от этой местности. Потом осудили, что камень светящийся, я принесла, что зачем такое приносить этот фонарь светящийся, его все равно оттуда украдут, не надо ничего это приносить. Ну, не надо так, не надо, осуждают, видите, как. Потом в итоге никто ничего не хочет делать, и некоторые, да, могут вообще не прийти, там, хоть сколько месяцев траурные венки лежат, и никто вообще не идет. Не надо ни за что осуждать людей, и памятника, если пока нету. Ну, да, если совсем все заброшено, тогда, конечно, удивительно, что никто вообще не имеет никакого отношения, все умыли руки. А так вот, даже и памятники рекомендуют все-таки через год ставить, потому что первое время человек, он не в себе, и особенно вот эти всякие фирмы, они этим пользуются, они стараются подсунуть, вот купите вы у нас вот этот фонарик за тысячу евро, вот этот вот, вот эту статую бронзовую за тысячу евро. Недели две назад была на могиле у своего отца, и просто в шок меня привело то, что кто-то там поколотил чем-то, я не знаю, молоточком или чем, дорогую гранитную вазу, разбили стекло на гранитном фонарике, растения там некоторые вырваны, землю потряслили на камешки, нет там кое-каких фигурок, но фигурки ладно, регулярно там все-таки, да, воровали светящиеся камешки, ладно, если кому-то это надо, пусть бы забирали, но непонятно, зачем поколотили, вот теперь я была в таком шоке, а сейчас, не знаю, надо подавать заявление там, чтобы страховая фирма, пока не знаю, что там у них за правило, но, наверное, кладбище-то страховая фирма у них есть, и кто-то это должен, там разбили вот этот рант, который сбоку, канты такая, она 800 евро стоит, все это побито, я не понимаю, почему, еще когда мы заказывали памятник, я попросила на русском языке фамилию моего отца написать, и на русском, и на немецком, потому что одна буква, такой буквы нет, она не так произносится в немецком языке, я вот сейчас думаю, может быть, из-за этого кто-то там вандализм этот сделал, может, я не уверен, ну как, что там могло упасть, что могло так сделать, там никак бы не получилось, если бы что-то упало, то по-другому было бы, такое впечатление, что это ужасный человек, вот это вот сделал, потом я задала в интернете, оказывается, знаете, столько вандализма на кладбищах, на военном кладбище, 500 памятников попортили, оторвали бронзовые таблички, там, конечно, писали в газетах, что они думают, это не национальной почвы, там стояли памятники православных, ну знаете, мне тоже это кажется странным, как так оторвали именно 500 табличек с такой ненавистью именно на этих старинных, и куда бы они, интересно, сдали эту бронзу, может и так, но может и нацисты это сделали, так что, друзья мои, кто в Германии живет, да, вот может и такое быть, опять же, показывали цветы, выдирали, просто раскидывали, на каких-то там, на одном кладбище на 100 тысяч евро, разломали, повалили памятники гранитные, это же, как вообще такое можно делать, родственники заказывают, в Германии, 4 тысячи памятник, вот так вот, в среднем стоит, вместе со всеми этими кантами, все очень дорого, в Германии эти услуги очень дорогие, и потом вот так вот кто-то приходит и просто делает страшный вандализм, я теперь вспоминаю, когда период этот страшный был, в августе 2015 года не стало моего отца, но месяц с ним ездили по больницам, все, никак я не верила, что его не будет, он тяжело умирал от инсульта, и потом вот у меня тоже такое состояние было, знаете, что действительно, все-таки человека нужно ограждать от этого, потому что кое-кто пользуется этим, да, пытаются там что-то подсунуть, чтобы деньги получить, чтобы заработать, моя мама мне тогда говорила, не надо, зачем ты хочешь поставить эту бронзовую статую, зачем ты там хочешь такие дорогие вазы ставить там, когда у меня у самой с деньгами огромные проблемы были, и я сейчас понимаю, что да, бронзовую статую могут украсть, и те же самые фонарики, эти вазы гранитные за тысячу евро, их могут просто украсть, отвинтить, украсть, утащить, если вы увидите в интернете, что продают гибраух, так называемые БУ, предметы с кладбища, лучше это сообщить на платформе этого сайта, например, eBay, или сообщить в полицию, на eBay, кстати, это запрещено, и я сейчас понимаю, что скорее всего продают вот эти вот БУ вещи с кладбища, именно эти вандалисты, которые срывают это все, утаскивают, кто-то вот так вот бессовестно пользуется, так что осуждать кого-то, что кто-то что-то не поставил, кто-то что-то не так сделал, или некрасиво сделал, лучше не стоит этого делать, в Америке, может, и правильно делают, что всем одинаково, чтобы все равны были вот эти белые памятники, не осуждайте друг друга, не делайте друг другу больно, тем более касательно такой темы, особенно, конечно, отвратительно, когда сплетничает человек, который сам ничего не делал, а приехав спустя много времени, он пытается из себя сделать героя, и осудить того, кто ходит и молча, делает дела, но мало болтает, не доставляйте друг другу боль, и будьте дружны, друзья мои.